За шесть лет ни одного ученика. Среднюю школу номер 55 закрыли в 2013 году и вот теперь ей подарят вторую жизнь. Капитальный ремонт с перепланировкой, штукатуриванием стен, оборудованием вентиляции, новой мебелью планируют завершить в начале 2020 года. Сегодня ребята из 55-й школы учатся в школе номер 82 на Адмирала Горшкова, 26, в школе номер 43 на Боляева, 38 и 56 на Народном проспекте, 27. Каждый день у них уходят часы на дорогу, а в этом году 82-я школа, которая расположена ближе остальных, отказалась принимать ребят в первые классы из-за переполненности. В начале декабря жители улиц Карьерная, Дальхимпром и Выселковая вышли на митинг с требованием открыть учебное заведение. Проблему 55-й школы поднимали и на большой пресс-конференции Владимира Путина 20 декабря. И 22 декабря глава Приморья Олег Кожемяка во время инспектирования здания заявил, что учреждение отремонтируют и откроют обязательно. Работы проделаны по оштукатуренной поверхности, демонтажной работы полностью выполнены по внутренним помещениям. По благоустройству разработка корыта полностью выполнена. Сейчас производится монтаж бордюрного камня. Строителям предстоит восстановить кровлю, заменить окна, двери, установить новую сантехнику и оборудовать вентиляцию. Также здесь будет новый спортивный зал и кабинеты. В учреждении закупят мебель, инвентарь, а пришкольную территорию благоустроят. Если вы взялись на этот объект, то вы понимаете, что здесь тоже надо будет прочистить все и сделать так, чтобы комфортно было нашим ребятам находиться на этой территории. Ну и, естественно, обезопасить, чтобы просматривалась хорошо территория, санитарное состояние. Мы видим какие-то свалки непонятные. Надо будет поширить чуть-чуть, посмотрите, чтобы все-таки это комплекс. После того, как ремонт будет закончен, аналитики соберут информацию в местных поликлиниках для представления, какое количество первоклашек проживают в районе Снеговой. Социологи проведут опросы среди родителей, чтобы понять, сколько здесь будет учиться детей. Планируется обучать здесь ребят наиболее востребованной младшей школы. Однако, при необходимости будут созданы условия для обучения детей средней школы и старшеклассников. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом.